Народ, всем привет! Это новая серия про США, и сегодня я хотел бы с вами поговорить про то, что 70% американцев живут от зарплаты до зарплаты, или как они говорят, от пей-чека до пей-чека. Так ли это? Давайте разберемся, поехали! Тут такая была только что дискотека, что просто жесть. Кстати, прикольно, я сейчас гуляю себе на районе Ривьера-Бич, и у нас вот такое вот, в общем, фонтанчики есть такие маленькие душевые, да, когда вы сходили в океан, покупались, вы можете взять, принять душ и без песка идти садиться в машину, где во многих местах такого нету, и первый раз вообще увидел такое в Америке. Ну, давайте же нашу тему затронем, да, и я лично жил так, я тому привет от зарплаты до зарплаты. Друзья, работая в три работы, я все равно жил от зарплаты до зарплаты, и, наверное, основная проблема вот этого всего, это неумение распоряжаться деньгами. У нас никто нигде не учит, знаете, ни в университете, ни в школе, ни в колледже, абсолютно нигде не учат, как нужно правильно распоряжаться своими финансами. Если не родители, так вообще никто этим бы заниматься не стал бы, да? И я бы сказал бы на самом деле, что если бы не мои родители, то я был бы вообще таким, вы знаете, эй! И на самом деле, если бы не мои родители, то я вообще не знал бы, что я делал бы, полюбасом бы где-то там под мостом, знаете, заночевал, как и все остальные люди, которые тут вот сейчас вот... Это такое местечко, блин, классное! Но бомжей здесь просто полно, прямо вот в самом лютом классном месте, где много детей, и настолько это удобно для того, чтобы взять здесь потусоваться, положить какой-то коврик, знаете, расстелить, как в Нью-Йорке на Централ Парк. Они беру и постелили коврик такой, пикничок устроили. Но здесь пикничок может быть только с бомжами, знаете? Я думаю, настало именно то время, когда это актуально обсудить, а именно от зарплатки до зарплатки. Много ли нас таких? Не знаю статистика там по Украине и России, но в Америке 70% американцев живут от зарплаты до зарплаты. Как вам такое? И вы представьте себе, из этих американцев почти 70% людей, 70% имеют меньше 2000 долларов на своем сберегательном счету. Вообще, как это возможно? Я думаю, на самом деле проблема очень простая. Ответ простой. Никто не умеет сохранять деньги. Я лично, тому пример, я когда приехал в Чикаго, знаете, жил такой жизнью, типа, вообще я пацан относительно такого, знаете, спокойный к деньгам. То есть я зарабатываю, я все время что-то откладываю, не особо трачу. Но когда вот я приехал сюда, наверное, ты вот это видишь доступность к всему. Там автомобили можно купить, они доступные. Телефоны, компьютеры, даже дом, в принципе, реально было купить там, когда я приехал в 2016 год. Нормальные цены были на дома. То есть, в принципе, можно было все купить. Как вы видели в одном из моих предыдущих видео, ссылочка вот здесь, это за всю свою жизнь в США за 8 лет я поменял, наверное, 15 автомобилей. Потому что мне было заняться нечем, да, никакой финансовой грамотности не было, хотя мои родители, спасибо вам огромное, конечно, но они мне говорили просто постоянно, Антоша, что ты делаешь, зачем ты меняешь машины постоянно. А я это делал просто потому, что хочу. И вот это второй пункт. То есть, первый, вы не умеете распоряжаться своими деньгами. Второе, это очень сильно хочу. Знаете, хочу купить. Че я? Хуже других. Вот, Маша съездила, например, на Мальдивы, а Витя купил себе там новую машину, а Света, например, купила себе новый телефон, а еще кто-то купил что-то еще. И вы такие думаете, блин, у него сумочка или там у нее от Луи Виттона за 5000 долларов, почему я не могу себе такую сумку купить? Я разве не заслужил? Конечно, вы заслужили. Но в этом тогда и проблема получается, что вы все будете жить от зарплаты до зарплаты. И здесь это явное проявление всего, так как доступность товара просто великолепная. Вы можете кликнуть на Amazon веб-сайт, найти любую сумку и просто вам next day delivery. То есть, на следующий день привезут некоторые товары, даже можно в этот же день получить. Вы представляете, я заказал вот этот микрофон, и он мне пришел в этот же день, через полтора часа, как я его заказал. Ну, то-то ли не благо. И благо это действительно, но если вы хотите собирать деньги, это не наша схема. И я, например, помню, когда я получал зарплату там 50 тысяч долларов, я жил там на одну ногу, да? А еще получать там 70, я уже начал жить на другую, начал получать 90, живу вообще на другую ногу. Ну, сейчас я подписался на дом и все, как бы. В конце видео покажу вам, сколько реально у меня вообще, какие платежи за вот просто проживание в США. И я думаю, некоторые удивятся. На самом деле, очень много денег это все стоит. Притом, представим, что мы не тратим на всякие ништяки, вот эти вот приколы, вот эти вот все непонятно что. А люди современные просто все настолько слабы характером, что они не могут себе сказать нет. Это же я любимый, я не хочу себе говорить нет, правильно? Вот как вы думаете? Пишите в комментариях, если вы такие самые. Потому что я такой был. И сейчас, когда мне вот 31 год, я наконец-таки поумнел в том плане, что вот это реальная жизнь. И надо собирать, и нету никакой мамы, которая мне сможет помочь. Просто, сынок, вот тебе пару тысяч долларов просто на развлечении. Вот это закончилось уже, больше этого нету. И, наверное, реальность новая такая, что одной работы недостаточно. Вот просто недостаточно. Понимаете, вот когда у вас одна работа, к примеру, там 50, 60, 70 тысяч, это в районе там 30 долларов в час. Да, 30, там 35 долларов в час. Хорошая зарплата. Но современные затраты и современные доходы, они уже больше не сопоставимы. И вам придется иметь вторую работу. И иметь вторую работу какую? Так как я считаю, что если вы, например, работаете, к примеру, с 8 до 5, да? Вот одна у вас работа с 8 до 5, а вторая, к примеру, там с 6 до 11, какая-то подработка где-то, то, скорее всего, это неправильно. Наверное, каждый должен иметь какой-то свой маленький бизнес, иначе просто здесь вообще не выжить. И вот это тому пример, почему здесь, ну, как бы в основном люди сначала начинают работать на кого-то, набираются опыта, и затем начинают открывать свой бизнес, так как просто вывести на зарплату с 8 до 5 больше невозможно. И я думаю, мы абсолютно все должны с этим согласиться. Даже я, когда сюда приехал, у меня было 3 работы. 3. Автомойка, обычная работа, это что я сейчас делаю. И продавал я ноутбуки. Покупал и перепродавал же этим же американцам. Точим я и занимался в Киевке, и у меня было тоже 2 работы. Я работал в отеле, и в Макдональдсе работал потом, и продавал айфоны, и продавал макбуки. Постоянно какие-то 2-3 работы. Почему? Потому что у меня нету своего бизнеса, правильно? И здесь все хотят жить вот этим вот старым курсом, где с 8 до 5 отработал, все, свободен. Знаете, как в этом фильме, Добби свободен в Гарри Поттере. Ну вот здесь Добби не свободен. Добби даже носок не могут подарить. Придется Добби батрачить здесь по-серьезному. И вот эти все американцы, они именно на это жалуются, что теперь мы вынуждены просто все время жить в долг. Но, наверное, преуспеть уже не получится больше с одной работой. Поэтому вот эта вся сложность, скорее всего, что многие говорят о том, что если вы возьмете всякие современные тиктоки, инстаграмы, вот эти шортс на ютубе, и спросите людей на улице, то многие люди говорят, что как минимум современный человек в США должен получать больше 6 тысяч или six figures, они говорят. Это шестизначное число, любое, от 100 тысяч. Но как много вы знаете работ, где платят больше 100 тысяч? Давайте посчитаем по пальцам. Я не знаю. Да, я не айтишник, я не врач, я не какой-то юрист. Поэтому мне тяжело вообще приставить зарплату, но мы все равно в этом направлении идем, да, так как инфляция все равно нас приведет к тому, что абсолютно все будут получать больше 100 тысяч долларов. Но даже сейчас квалифицироваться на работу, которая 100 тысяч плюс, этих работ почти нет. Просто откройте любой сайт работы и посмотрите, эти работы есть, но вас туда не возьмут. Вам нужно обязательно иметь какой-то опыт, там 10-15 лет, конкретно в этой индустрии никто не будет платить человеку абсолютно новому. Например, мне, я вот понимаю, что, к примеру, я делаю свою работу очень хорошо, и теперь я пойду в другую, например, шарашку, и мне там будут платить сразу же на 30% больше ЗП, этого не будет. И все вот эти люди, которые рассказывают, эти гуру, да, знаете, что типа меняйте каждые 2-3 года работу для того, чтобы преуспеть. Все у вас получится, а иначе вы не успеете с инфляцией. Ну давайте, пойдите, походите, потом расскажите, оставите в комментариях. Этого нету. Вообще это даже произойти не может, так как если вы, например, начали с 20 долларов в час, то правильно, если 20% это мы через 2 года уже получаем 25 там в районе, да, еще через год там чуть ли не 30, а еще через год уже 35, если мы каждый год меняем зарплату, если мы пользуемся вот этой схемой, это невозможно. За 5 лет никто не повышает свою зарплату до 40, 45, 50 долларов в час. Особенно если у вас нету какого-то специфического образования, это просто невозможно. И поэтому вот эти бабушкины сказки, они не работают. И остается какой вариант? Только работать на себя. То есть если вы устраиваетесь куда-то на работу, набираетесь опыта и затем открываете что-то свое, или хотя бы пытаете, ну, они это говорят, side castle. То есть какой-то доходик вот на стороне, даже сейчас я, делая вот это с вами, лялякая, как говорится, на камеру, я при том при всем имею работу полноценную с 8 до 5, и я еще программирую BMW автомобили. Кстати, будет скоро видео про то, как вообще я меняю масло на своей машине, и почему это важно делать все своими руками. Поэтому новые реальности такие, что, к сожалению, нам всем, скорее всего, придется работать на двух работах. Я это делаю, наверное, и вам всем придется это делать. Ну, а американцев там, тем более, почти все американцы имеют по одной-две работы или какие-то подработки. Это реально правда, и я тому не выдумываю. Сейчас я вам покажу такую красоту. А кто-то вот отправляется на таком круизном лайнере в свое следующее путешествие. И даже я тому примеру, занимаясь вот этим с вами, да, надежда какая-то есть про то, что я смогу как-то вывести это на определенный уровень, и никому лишнее 100, 200, 300 или 500 долларов вообще не помешает. Вы знаете людей, которые просто взяли бы и выкинули бы 500 баксов? Я не знаю таких. Если вы знаете, дайте мне номер, я сконтактируюсь, пускай мне скинут. Ну и то же самое, например, я программирую автомобили BMW. Это не пришло просто так, потому что без этого просто вывести нельзя. И один из комментариев, кстати, женщина оставила, мол, почему американцы пьют столько антидепрессантов? А как вообще вот это все вывести? Вот эти дома, вот здесь, вот сзади меня, такая красота, шикарная, просто квартирки, здорово. Но ценник какой. Понимаете? Вот к этому как бы все и идет, что обычным людям дальше будет только тяжелее и тяжелее. И, как говорится, поясок затягивается, все ту же и ту же. Если даже посмотреть, вот сейчас я приложу, сколько у меня платеж за все. Это 3200 за мой дом вместе с HOA, это с Джеком. 3200 в месяц, каждый месяц. И причем каждый год эта сумма повышается. Затем приблизительно на еды я трачу в районе 450 долларов. Потому что я занимаюсь велоспортом, там надо эти все батончики есть, иначе просто энергии не будет. К этому всему 565 долларов за автомобиль. К автомобилю еще просто добавьте в 200 долларов за страховку. Это полный каверидж. Мне относительно даже, может быть, повезло с такой ценой. Сейчас все настолько дороже. Ну, в общем, 200 долларов. К этому всему добавьте еще на бензин 200 баксов. За телефон 70 долларов. Ну, и, естественно, все остальные, типа белый, там свет, газ, вода, это... Возьмем по минималке 200 баксов. И вот выходит сумма. Вот после этого какой антидепрессант поможет? Никакого. Вторая работа. И придумывать что-то как-то свое мутить, иначе здесь просто вы не вывезете. Это то, что я понимаю, что, скорее всего, новая реальность именно такая, что без этого у вас просто не получится вообще здесь выжить. И все вот эти люди, да, там катаются на катерках, но домой они приходят, и все плачут, потому что такие платежи тяжело вывезти. Особенно, если вы один. Да, как я. Я один. Имея мужа или жену, правильно, можно сделать свою жизнь немного поприятнее, чуть попроще, но, как вы знаете, статистика одиноких людей растет просто с каждым годом. С каждым годом люди становятся все более одиноки, 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 соответственно, у всех платежей все растут, растут и растут. Поэтому мы все к этому идем. И я вам советую сделать то же самое, что-то придумать, какой-то доход на стороне, как говорится, не касаемо вашей работы. Возможно, самое правильное решение, которое вы можете принять в своей жизни, это жить по своим доходам. Да, если вы получили какую-то зарплату, обязательно просчитайте все свои расходы и обязательно нужно что-то отложить. Это то, что современные люди вообще перестали уметь делать, да. Это просто какое-то вообще абсолютно отсутствие соберегательного счета вас погубит. Представляете, вот если вы владеете домом, к примеру, как я, и у меня накрылся кондиционер. Что вы будете делать? Кондиционер в среднем стоит поменять в районе 8-11 тысяч долларов. Вы будете брать кредит? Плохая идея. Кредит на кондиционер, на машину, на дом, на мебель, на телевизор, на телефон, на все кредит, правильно? И это то, что делают абсолютно все. Зайдешь в любой магазин, если кто-то расплачивается, ну вот карточка, открывает кошелек, у него там лежит по 15 кредитных карт. Как вы думаете? На каждой из них есть, скорее всего, долг. И затем они все плачут, затем они все думают, как у них все плохо. Вы сами это сделали? У нас, слава богу, такого не было. Я помню, когда я был малой, у меня у мамы с папой было всего по две карточки. И то это, знаете, вот эта дебетовская карточка, даже не кредитная. Здесь же у каждого кредитная карточка. Можете открыть кредитную карточку, даже чуть ли не при покупке трусов. Ну, вот так вот. Вот такие вот реалии. И это именно то, что я сейчас делаю. Это живу по своим доходам. Когда-то, я помню, покупал себе компьютер за 5,5 тысяч долларов. Сейчас я немножко, как говорится, немножко приостыл. И живу обычной жизнью, да? Где вы можете просто позволить себе то, что вам реально необходимо. Вот, купил себе шорты, и от них носишь. Или рубашку, и ее носишь. Я понимаю, конечно, дамам это очень тяжело. В связи с тем, что хочется выглядеть всегда красиво, всегда как-то по-новому. Но разве не стоит купить одну вещь, дорогую, хорошую, и ее носить, чем иметь 15 вещей разных, ну, по качеству. Но они все стоят, предположим, как дорогая вещь. Но они вам не приносят абсолютно никакого удовольствия. Мне кажется, намного приятнее иметь хорошую, дорогую вещь. Вы хоть раз обращали внимание на реально богатых людей? Все эти люди имеют, скорее всего, так себе свеженькую машину, да, не прям свежую. Все эти люди ходят в основном, в основном, ну, в одном и том же шматье. И у них очень много денег. Интересный факт вообще, что в США богатые люди, вы никогда их вот не увидите на улице одетыми, как богатые люди. Это очень удивительно. И обычно, чем беднее человек, тем более пафоснее он одевается, тем более он пытается выпендриться. То есть, на самом деле, если вы видите на дороге кучу вот этих вот крутых дорогих автомобилей, скорее всего, это просто местные бомжи выделываются друг перед другом, так как они не могут себе позволить реально крутых домов, реально крутых машин. И это просто дешевые понты. Я все время привожу в пример своего друга, у которого есть лодка за 3 миллиона долларов. И почему я об этом говорю? Да потому что у человека, мы занимаемся велоспортом, он тоже вместе со мной ездит. И у него есть, знаете, вот велокостюм. Так вот у него вообще ползадницы видно, потому что он даже не покупает себе новые штаны, из-за того, что он этим просто не заморачивается. Он просто этим не заморачивается. Из-за этого ему просто не важно, как он выглядит. Вот и все. Зато ему важно, какой дом купить, где, за какие деньги, какого контрактора нанять, чтобы он ему там починил что-то или сделал, или переделал этот дом. Вот за этим люди заморачиваются. Они заморачиваются над тем, как выглядеть, знаете, хорошо. В одном из своих видео я говорил про то, что ощущение, когда вы погасили все свои кредиты, и у вас есть вот эти вот лишние деньги, например, как у меня, вот эти 565 долларов, к примеру, за машину. Или представьте, я выплатил дом, и у меня остается платеж там в районе тысячи. Вот эти лишние 2,5 тысячи долларов в месяц, вы можете их инвестировать. Вы можете на них поехать на Бали, на Мали, на Гуали, куда угодно, понимаете, чем жить все время вот этой вот жизнью. А вот эта тенденция, когда в инстаграмах и в фейсбуках рассказывают, сегодня день, когда нужно жить по полной, да, вот на широкую ногу, завтра не настанет. Друзья, я вам открою секрет, завтра настанет. И послезавтра настанет, и послепослезавтра настанет. И когда вы сами себе через месяц скажете, какой я был дурак, что я сделал такое или такое решение, и это то, что все эти америкосы сейчас плачут, мол, я сделал такую ошибку, я купил машину себе не по карману, да, потому что в тот момент ты поддался своим эмоциям. Ни один взрослый здравомыслящий человек не поддается эмоциям, это очень просто. Посмотрите вот эти красивые деревья какие. Удивительные деревья, кстати, растут только во Флориде. Шикарные. Ладно, народ, спасибо огромное за просмотр. Ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока.